Вино говорит. Это общеизвестно. Оглядитесь. Спросите уличного оракула, незваного гостя на свадебном перу, юродивого. Оно говорит. Оно чревовещает. У него миллион голосов. Оно развязывает язык, выбалтывая тайны, которые вы не собирались выдавать. Тайны, которых вы знать не знали. Оно кричит, разглагольствует, шепчет. Оно говорит о великих вещах, о гениальных планах, трагических страстях и ужасных предательствах. Оно хохочет до упаду. Оно тихонько хихикает себе под нос. Оно рыдает при виде собственного отражения. Оно вытаскивает на свет летние дни, давно минувшие, и воспоминания крепко забытые. От каждой бутыли веет иными временами, иными местами. Каждое, от простецкого молока Мадонны до надменной вдовы Клико 1945 года, скромное чудо. Молоко Мадонны, немецкое белое полусладкое вино из регионов Рейнхессен и Ная, производится множеством винодельческих компаний. Здесь и далее примечание переводчика. Джо называл это будничным волшебством. Превращение низменной материи в грезы, любительская алхимия. Возьмите, к примеру, меня. Флюри 1962 года. Флюри. Легкое и нежное дамское вино из региона Бажаля. Здесь и далее, если указан регион, но не указана страна, речь идет о Франции. Последний из 12 магикан, разлитых и уложенных в деревянный ящик в год рождения Джея. Бойкое, говорливое вино, веселое и немного нахальное, с пикантным привкусом черной смородины, если верить этикетке. Не из тех вообще-то, какие хранят, но он сохранил. Из ностальгии. Для особого случая. Дня рождения или, может, свадьбы, но дни рождения он не отмечал. Пил красное аргентинское и смотрел старые вестерны. Пять лет назад он выставил меня на стол межсеребряных подсвечников, но ничего не вышло. Тем не менее, с девушкой они поладили. Она привела с собой целую армию бутылок. Дом-периньон, столичную водку, парфе-амор, фруктово-цветочный ликер сиреневого цвета. И мутон-каде. Массовое вино из региона Бордо. Бельгийское пиво в бутылках с длинными горлышками. Вермут, нуаи, пра и фрес-де-буа. Земляничный ликер. Они тоже говорят в основном чепуху, металлический щебетчет эдакий светский треп на вечеринке. Мы отказались иметь с ними дело. Нас задвинули в дальний угол винного погреба. Нас, трех магикан, засверкающие шеренги пришельцев, где мы пребывали пять лет позабытые. Шато-Шалон, 1958-го. Драгоценное желтое вино из региона Юра. Сан-Сер, 1971-го. Изысканное красное или белое вино из региона Сан-Сер, долина Луары. И я. Шато-Шалон, раздосодованный своей ссылкой, притворяется глухим и часто вовсе отказывается говорить. «Зрелое вино исключительного достоинства и стати», цитирует он во время редких приступов экспансивности. Он любит напоминать нам о своем старшинстве, о долголетии желтых вин Юра. Он крайне высоко ценит свое долголетие, наравне с медовым букетом и уникальным происхождением. Сан-Сер, давным-давно превратившийся в уксус, говорит о того меньше и лишь время от времени тихонько вздыхает о своей утраченной юности. А потом, за шесть недель до того, как началась эта история, явились другие. Незнакомцы. Особые. Чужаки, которые заварили всю эту кашу, хотя они тоже, казалось, затерялись за блестящими новыми бутылками. Их было шестеро. У каждого своя маленькая, от руки написанная этикетка. Пробки запаяны свечным воском. У каждой бутылки вокруг горлышка шнурок своего цвета. Красный, как малина. Зеленый, как бузина. Синий, как ежевика. Желтый, как шиповник. Черный, как тернослив. Последняя бутылка, обвязанная коричневым шнурком, содержала вино, о каком даже я не слышал. «Особые 1975», — гласила этикетка. Буквы выцвели до оттенка старого чая. Но внутри тайны жужжали пчелиным ульям. От них не было никакого спасения. От их шепотков, свиста, смеха. Мы делали вид, что нам плевать на их кривляние. Дилетанты. Ни один из них и не пах виноградом. Они ниже нас, и мы скупились выделить им место в своем кругу. И все же было нечто трогательное в бесстыдстве этих пиратов, лихорадочная кутерьма ароматов и образов, под натиском которой более серьезные марочные вина дрогнули. Конечно, заговорить с ними было ниже нашего достоинства. Но как же мне хотелось. Возможно, нас соединил мой плебейский привкус черной смородины. Из подвала было слышно все, что происходит в доме. Мы помечали события появлением и исчезновением наших более успешных коллег. Двенадцать бутылок пива вечером пятницы и смех в передней. Накануне бутылка калифорнийского красного, такого молодого, что почти слышен был запах танина. Финольное соединение придают красным винам терпкость и горечь. На прошлой неделе, в день его рождения, как выяснилось, девичьи полбутылки Моэт, самый одинокий, самый разоблачительный из объемов, и далекие, ностальгические выстрелы и топот копыт наверху. Джео Макентошу стукнуло тридцать семь. Обычное дело, но его глаза, глаза цвета индига, цвета пино нуар, сорт черного винограда, были глазами неловкого, слегка задаченного человека, который заблудился. Пять лет назад Кэрри находила это привлекательным. Теперь она потеряла вкус к потерянности. Что-то невероятно раздражало в его пассивности и в упрямстве, крывшемся за ней. Ровно четырнадцать лет назад Джейн написал роман «Три лета с пьяблочным Джо». Разумеется, вы о нем слышали. Роман получил гонкурувскую премию и был переведен на двадцать языков. Сообщение о премии отметили тремя ящиками вдовы Клико 1976 года, выпитой слишком рано, чтобы оценить ее по достоинству. Но Джейн всегда был такой, набрасывался на жизнь так, словно она никогда не иссякнет, словно то, что закупорено внутри его, будет жить вечно, успех будет следовать за успехом в вихре праздника без конца. В те дни никакого винного погреба не было. Мы стояли на каминной полке над его пишущей машинкой. На удачу, говорил он. Закончив книгу, он открыл последнего моего собрата 1962 года и очень медленно его выпил, после чего довольно долго крутил бокал в руках. Потом подошел к каминной полке. Секунду он стоял рядом. Затем усмехнулся и, пошатываясь, вернулся в кресло. «В другой раз, дорогой», — пообещал он. «Подождем другого раза. Видите ли, он говорит со мной, как однажды я заговорю с ним. Я его самый старый приятель. Мы понимаем друг друга. Наши судьбы переплетены». Конечно, другой раз так и не наступил. Телевизионные интервью, газетные статьи и рецензии постепенно сошли на нет. В Голливуде сняли фильм с Кори Феллманом, перенеся действия на Средний Запад. Прошло девять лет. Джей написал часть романа, заглавленного «Отважный Кортес», и продал восемь рассказов плейбою. Впоследствии они вышли сборником в «Пингвинбукс». Литературный мир ждал нового романа Джей Макинтоша. Сперва страстно, потом в нетерпеливом любопытстве и, наконец, что неизбежно с равнодушием. Конечно, он продолжал писать. Семь романов на сегодняшний день с названиями вроде «Ген и Сус» или «Пси-пташки с Марса» или «Свидание со Эсмертью» все опубликованы под псевдонимом Джонатан Уайнсепп. Джонатан и Уайнсепп. Сорта яблок. Добротные коммерческие вещи, позволившие ему продержаться на плаву эти четырнадцать лет. Он купил компьютер, ноутбук Тошеба и держал его на коленях, подобно полуфабрикатным обедам, которые сам готовил по вечерам. Ныне все чаще. Когда Кэрри работала допоздна. Он писал рецензии, статьи, рассказы и газетные колонки. Он читал лекции начинающим сочинителям, вел творческие семинары в университете. У него так много дел, шутил он, что едва хватает времени писать самому. Ну, неубедительно смеялся над собой, писателем, который никогда не пишет. Кэрри смотрела на него, поджав губы, когда он об этом разглагольствовал. Познакомьтесь с Кэрри О'Нилл, урожденной Кэтрин Марсден. Двадцать восемь лет, короткие светлые волосы и изумительные зеленые глаза, продукт цветных контактных линз, о чем Джей не подозревал. Журналистка, преуспевшая на телевидении посредством «Форума», ночного ток-шоу, где популярные авторы и звезды второй величины обсуждали социальные проблемы современности под авангардный джаз. Пять лет назад Кэрри, возможно, улыбнулась бы его словам. Однако пять лет назад «Форума» не было. Кэрри вела колонку о путешествиях в Индепендент и работала над книгой «Шоколад. Наблюдение феминистки». Мир был полон возможностей. Книга вышла через два года на волне интереса СМИ. Кэрри была фотогеничной, раскупаемой и мейнстримной. В результате у нее взяли множество легковесных интервью. Она снялась для Мэри Клэр, Теттлера и я, но быстро уверила себя, что это не вскружило ей голову. У нее был дом в Челси, Пьетер в Нью-Йорке, Пьетер – временное жилье, французский. И она подумывала отсосать жир с бедер. Она выросла, изменилась. Но для Джей ничего не изменилось. Пять лет назад, выпивая по полбутылки Смирновской в день, он казался олицетворением артистического темперамента, обреченным трагическим героем романа. Он пробуждал в Кэрри материнский инстинкт. Она собиралась спасти его, вдохновить, а взамен он напишет чудесную книгу. Книгу, которая озарит жизни людей, и все это благодаря ей одной. Но ничего не вышло. Длинная фантастика – вот что оплачивала счета. Дешевые книжки в алиповатых бумажных обложках. Он ни разу не достиг зрелости, озорной мудрости своей первой работы, даже не попытался достигнуть. И несмотря на угрюмые паузы, говорить о взрывном нраве Джей не приходилось. Он никогда не поддавался порыву. Никогда не выказывал злость, никогда не терял контроль. В общении он умом не блистал, не был интригующий групп. Даже его пьянство, единственное, в чем он оставался неумерен, теперь казалось нелепым. Подобно человеку, что упорно носит вышедшие из моды фасоны своей юности. Он проводил время за компьютерными играми, слушал старые синглы, и смотрел старые фильмы по видео, неизменные в своей незрелости. Подобно мелодии, замурованной в дорожке грампластинки. Возможно, она ошибалась, думала Кэрри. Он не хотел взрослеть. Он не хотел, чтобы его спасали. Пустые бутылки рассказывали другую историю. Я пью, говорил себе Джей, потому же, почему пишу второсортную фантастику. Не для того, чтобы забыть, а для того, чтобы вспомнить, чтобы откупорить прошлое и вновь найти в нем себя, подобно косточке в горьком плоде. Каждую бутылку он открывал, каждый рассказ начинал в тайном убеждении, что вот здесь таится волшебный эликсир, который его возродит. Но магия, как и вино, хороша лишь в определенных условиях. Джо, было что рассказать об этом. Иначе не произойдет чудо. Букет испорчен. Лагаю, я ожидал, что все начнется с меня. Это было бы поэтично. В конце концов, мы связаны, он и я. Но эта история начинается с другого вина. Я не слишком расстроен. Лучше быть его последним, чем его первым. Я даже не главный герой всей истории, но я был тут до того, как пришли особые. И буду после того, как их выпьют. Я могу позволить себе ожидание. Кроме того, выдержанная флюри должна распробовать. Меня не пьют в спешке. А я не уверен, что небо Джея к этому готова. Стоял март. Даже в погребе было тепло. Джей работал наверху, как обычно, с бутылкой под боком и негромко бормочущим телевизором. Кэрри ушла на вечеринку в честь учреждения новой премии для писательниц не старше 25-ти. И в доме воцарилась тишина. Джей использовал пишущую машинку для того, что полагал настоящей работой. И ноутбук для фантастики. По звуку или его отсутствию всегда было ясно, что именно он пишет. Он спустился после десяти. Включил радио. Выбрал ретростанцию. И слышно было, как он бродит по кухне. Тревожно вышагивает по таракотовым плиткам. Рядом с холодильником стоял винный шкаф. Джей открыл его, помедлил, снова закрыл. Скрипнула дверь холодильника. Там царили вкусы Кэрри, как и везде. Сок из проростков пшеницы, салат с кускусом, молодые листья шпината, йогурты. На самом деле, думал Джей, ему бы хотелось гигантский сэндвич с яичницей с беконом, кетчупом и луком и кружку крепкого чая. Он знал, что это желание как-то связано с Джо и переулком Пок-Хилл. Ассоциация – вот и все, которая часто возникала, когда он пытался писать. Но с этим давно покончено. Иллюзия. Он знал, что на самом деле не голоден. Вместо еды он закурил, запретная роскошь, приберегаемая для дней, когда Кэрри нет дома, и жадно затянулся. Из поцарапанного радиоприемника донесся голос Стива Харли, поющего «Заставь меня улыбнуться». Еще одна песня из далекого неизбежного лета 1975-го. И Джей подпел певцу. Иди сюда, смотри на меня, заставь меня улыбнуться. Одиноко, в гулкой кухне. За нашими спинами в темном погребе копошились чужаки. Может, дело в музыке, а может, сам воздух этого теплого весеннего вечера был словно заряжен возможностями. Но так или иначе, они развели кипучую деятельность, бурлили в своих бутылках, трещали безумолку, ловили собственный хвост, горя от нетерпения заговорить, открыться, выпустить в воздух свою суть. Наверное, потому он и спустился, тяжело ступая по грубым, неструганным ступенькам. Джей любил погреб. Прохладный, таинственный. Он постоянно сюда заходил, лишь потрогать бутылки, пробежать пальцами по стенам, пушистым от пыли. Я любил, когда он спускался в погреб. Подобно барометру, я ощущаю его эмоциональную температуру, когда он рядом. В какой-то мере я даже могу читать его мысли. Говорю же, между нами особая связь. В погребе было темно, его освещала лишь тусклая лампочка, свисавшая с потолка. Шеренги бутылок. В основном ничтожных, выбранных кэрри. На полках вдоль стен, в деревянных ящиках, на каменных плитах. Джей шел и легонько касался бутылок, поднося лицо близко-близко, словно пытаясь вдохнуть аромат запертых в них летних дней. Раза два или три он доставал бутылку и крутил в руках, прежде чем вернуть на полку. Он двигался бесцельно. Никуда в особенности, наслаждаясь сыростью погреба и тишиной. Даже рев лондонских машин смолк, и на секунду Джей едва не поддался искушению просто лечь на гладкий прохладный пол и уснуть. Быть может, навечно. Никто не станет его здесь искать. Но вместо этого он окончательно проснулся, настороженный, словно тишина прочистила ему мозги. Воздух вибрировал, хоть и был недвижен, будто что-то вот-вот произойдет. Новые бутылки стояли в ящике в глубине погреба. Сверху валялась сломанная лестница. Джей сбросил ее и пыхтя потащил ящик по каменным плитам. Он выудил первую попавшуюся бутылку и поднес ее к свету, чтобы расшифровать этикетку. Ее содержимое было темно-красным, почти черным. На дне лежал толстый слой осадка. На мгновение Джею показалось, будто он увидел внутри что-то еще, некую тень. Но оказалась обычная взвесь. Наверху в кухне ретро-станция по-прежнему играла музыку 1975-го. Теперь рождественскую, богемскую рапсодию. Композиция британской рок-группы Куэн. Тихую, но вполне различимую через пол. И он задрожал. Вернувшись в кухню, он с некоторым любопытством изучил бутылку. Он едва ли хоть раз взглянул на нее с тех пор, как привез полтора месяца назад. Восковая печать на горлышке. Коричневый шнурок, написанная от руки этикетка. Особое 1975. Стекло вымазано грязью погреба Джо. Джей гадал, зачем забрал ее из развалин. Из ностальгии, вероятно, хотя его чувства к Джо до сих пор слишком двойственны, чтобы позволить себе подобную роскошь. Злость, тоска, замешательство окатывали его контрастным душем. Старик, ну почему ты не здесь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok